Здравствуйте! Перед вами семена водяной лилии, известные также как лисьи орехи. После вскрытия семян водяной лилии, их внешний вид очень напоминает попкорн, однако пакетик таких семян обойдется вам в 15 раз дороже. Так, килограмм этих орешков будет стоить 170 долларов. Это потому что собрать лисьи орехи не так-то просто. Собирая орехи, фермеры в Индии работают не покладая рук. Для этого в течение нескольких дней они бродят в воде по дну озера глубиной до полутора метров. Затем на корточках под палящим солнцем они обжаривают семена. Они это делают в специальных раскаленных жаровнях, но даже если все сделано правильно, нет никаких гарантий, что жареные семена на самом деле лопнут. Поэтому недаром семена водяной лилии стоят так дорого. Махана – так называют семена колючей водяной лилии местные жители. А после того, как орехи расколоты, их уже называют лисьи орехи. Они являются популярной закуской в восточном индийском штате Бихар. Этот штат является крупнейшим производителем маханы. На его долю приходится 90% от общего объема производства семян во всем мире. Махана – это жареные и потрескавшиеся семена кувшинки Эвриалия ферфокс солисп. Растение Эвриалия ферфокс растет в водоемах. Его часто путают с семенами лотоса. Тем не менее, оба семени похожи, но они совершенно отличаются друг от друга. По вкусу лисьи орех высшего качества будет иметь сладковатый привкус, а у низкокачественного ореха вкус будет слегка солоноватым. Есть даже различия и в цвете. Лисьи орех хорошего качества – белый, а остальные могут быть коричневатыми. Махана подобна лекарству в виде еды. Он содержит 78% углеводов и 10% белков. Он также богат многими минералами. Махана также известен своими антидиабетическими свойствами. Эти орехи также являются одним из видов семян, которые можно добавлять в каши или супы из-за их нейтрального вкуса. На поверхности озера водяные лилии выглядят как гигантские листья лотоса, плавающие по воде. Но различия обнаруживаются при ближайшем рассмотрении. Каждое растение покрыто шипами. Эти колючки представляют главную опасность для рабочих, собирающих семена. Сбором семян обычно занимаются бедные люди. Несмотря на то, что они легко могут уколоться, стремление заработать на жизнь вынуждает их выполнять эту работу. Лакшми Садха собирает семена водяных лилий уже 35 лет. Он состоит в обществе Мюллера, которое выращивает и перерабатывает лисьи орехи уже несколько поколений. Он показывает, как легко уколоться этим растением. Он насчитал 6 плодов на одном растении, и все они покрыты шипами. Глубина пруда махана может составлять от полутора до двух метров, и в нем всегда должна быть стоячая вода. Семена лежат на дне пруда, и вода недостаточно прозрачная, чтобы их увидеть и избежать уколов шипов. Поэтому Лакшми использует палку, чтобы раздвигать растения. Каждое растение может давать от 70 до 125 семян. Растению нужны проливные дожди весной, чтобы оно могло приносить плоды, содержащие семена. Когда наступает лето, плоды начинают разлагаться и высвобождать семена. После того, как плоды сгниют, семена сначала плавают на поверхности. Со временем, после того, как семена получат больше солнечного тепла, они опускаются на дно и застревают в почве. После того, как семена пробыли в грунте около месяца, они полностью готовы к сбору со дна пруда. Однако не все семена пригодны для сбора урожая. Некоторые из них попадаются деформированными или незрелыми, поэтому Лакшми их не собирает. Например, эти семена еще не готовы к сбору, так как они еще незрелые. Созревшие семена станут черными снаружи. В то же время спелые семена не могут оставаться в пруду слишком долго, иначе такие семена не будут лопаться и будут проданы очень дешево. Поднятые на поверхность семена рабочие руками насыпают в корзины особой конструкции, называемые гаджа. Эти корзины рабочие используют для очистки семян от ила и другой грязи. Несмотря на все усилия рабочих, собрать полностью семена в пруду невозможно, так как семена водяной лилии очень маленькие и плотные. А это значит, что некоторые семена опустятся на дно пруда, где фермеры не смогут их заметить в мутной воде. Дайверам обычно приходится задерживать дыхание, а грязь, попадающая им в глаза или уши, может вызвать проблемы с кожей. Лакшми со своими партнерами начинают рабочий день в 6 часов утра и заканчивают в 16 часов. За один рабочий день они собирают в среднем около 100 килограмм семян. Хотя этот показатель зависит от сезона. Если сезон хороший, то урожай может составить и 200 килограмм в день, а если плохой, то урожай будет низким. Успешный урожай во многом зависит от погоды. От нее напрямую зависит размер цветка водяной лилии и, соответственно, качество плодов и семян. Растение имеет красные стебли с цветами на вершине, что-то вроде лотоса. В этом году из-за сильной жары цветок, который должен быть таким большим, как лотос, на самом деле вырос очень маленьким. Каждый сезон семена водяных лилий собирают в два этапа. Собирать второй урожай гораздо сложнее, так как в пруду осталось меньше семян. Рабочим приходится искать семена, которые остались в грязи. Кроме того, при первом сборе урожайность может доходить до 150 килограмм семян в день, а вот при втором сборе собирают всего около 10 килограмм. После того, как семена вынимают из воды и размещают на берегу, рабочие топчут их ногами. Таким образом, от свежесобранных семян удаляется внешняя кожура. Затем очищенные семена кладут обратно в корзину и несут к воде, чтобы их промыть. Продолжение следует... Собранный за день урожай взвешивается. Это тот момент, когда определяется, сколько работники заработали денег за день. Помощникам фермера, четырем рабочим, заплатят, как обычно, 31 цент за килограмм орехов в первый урожай и 62 цента за килограмм во второй. Ведь собирать второй урожай гораздо сложнее. Сегодня сбор первого урожая, и рабочие собрали пока 50 килограмм семян. В этом сезоне из-за жары урожай был не очень хорошим. Работники собирали не более 50 килограмм в день. Если разделить на 4, то получится всего 12,5 килограмм на человека, а 12,5 килограмм стоит всего 312,5 рупий или меньше 4 долларов США. Рабочие очень расстроены таким заработком. Свежие орехи стоят в 22 раза меньше, чем лопнувшие семена. Чтобы семена успешно лопнули, может потребоваться до 4 дней работы. Но сегодня все в порядке. Работники еще раз очищают собранные семена. Следующий шаг – это просушка семян на солнце. Это позволяет удалить всю содержащуюся в них воду. Этот шаг очень важен. После высыхания семена становятся крахмалистыми внутри. Пока семена сырые внутри, сделать из них лись и орехи невозможно. Количество и качество солнечного света, получаемого семенами, имеет решающее значение для определения того, будут ли они лопаться или нет. Семена нужно высушивать около двух часов, чтобы влага внутри полностью испарилась и образовался крахмал. Поэтому солнечный свет в течение этих двух часов должен быть постоянным. Такие большие семена еще не созрели, поэтому их отсортировывают и снова отправляют на сушку. После того, как около 30% влаги из семян удалено, они хранятся максимум 24 дня, чтобы подготовить их к сортировке. Высушенные на солнце семена делятся на 5-7 сортов в зависимости от их размера. Чтобы узнать, готовы ли маленькие семена для извлечения, рабочие раскусывают или раскалывают их. Этим проверяется уровень содержания крахмала. Семена лопают, убеждаясь, что они легко разрушаются и не слипаются. Наконец, вся партия готова к легкому обжариванию в глиняной посуде. Семена все еще очень хрупкие и не выдерживают очень высоких температур. Семена нагревают и непрерывно перемешивают. Железные котелки нагреваются слишком быстро, поэтому в них семена подгорают. Лучше всего использовать глиняные горшки, которые хорошо регулируют жар. Они идеально подходят для первого обжаривания. Таким образом, это первый реальный тест, чтобы определить, есть ли у семян шанс лопаться. После обжарки специально назначенный человек определяет, готовы семена или нет. После первой обжарки семена должны полежать ночью не менее 15 часов. На следующий день они готовы к раскрытию. Чтобы пожарить 100 килограмм семян, требуется 10 человек. Из этих 100 килограмм только 35 килограмм семян лопнут и приобретут хорошее качество, став настоящими лисьими орехами. Для второго обжаривания применяется посуда, сделанная из железа. Семена достаточно прочные, чтобы держать тепло, и это то, что нужно, чтобы они лопались. Для этого их обжаривают до 6 раз. Если рабочие используют один котелок, то им потребуется 3 дня, чтобы превратить 100 килограмм семян в лисьи орехи. Если обжаркой занимаются несколько человек, то эту работу можно выполнить за один день. Семена, готовые к лопанию, издают характерный потрескивающий звук, который почти не заметен. Человек, который занимается жаркой и лопанием семян, должен иметь опыт работы. Он должен знать продолжительность жарки и успевать доставать семена, которые лопаются каждые несколько секунд. Надо иметь набитую руку, чтобы определить, какие семена могут лопаться с меньшей силой, а для каких может потребоваться больше усилий. Случайному человеку вряд ли удастся сделать это хорошо. Чтобы помочь семенам лопаться, рабочие используют тяжелую лопатку, которую они называют щенком. Но даже с соблюдением всех правил технологии, некоторые семена просто не в состоянии лопнуть. Например, если в этом котелке 100 граммов семян, только от 85 до 95 процентов этих семян лопнут. Чтобы лопнуть 100 граммов семян, нужно сделать 8-9 ударов. При этом теряется около 15-20 семян на каждые 100 грамм. Эти семена уже не станут лисьими орехами. После того, как семена лопнули, они еще раз очищаются и снова обрабатываются по размеру при помощи этой машины. Машина удаляет красновато-коричневую оболочку, а также полирует лисьи орех, чтобы подготовить его к продаже. Сообщество перерабатывает около 30 тонн семян водяной лилии за сезон. Из них только 40 процентов успешно лопаются и превращаются в качественные лисьи орехи. Теперь такие орешки уже стоят до 550 рупий или 6,5 долларов США за килограмм. В крупных городах Индии, таких как Дели, они продаются уже за 900 рупий или 11 долларов США за килограмм. А вот за границей стоимость килограмма орешков возрастает до 170 долларов США. Здесь орешки быстро набирают популярность. Лисьи орехи богаты клетчаткой, белком и антиоксидантами. Около 40 процентов орехов экспортируется в США. 25 лет назад лисьй орех не имел такой популярности. В то время курс его продажи составлял от 80 до 90 рупий за килограмм или около 1 доллара США. Покупало его в большей части населения близлежащих районов. Еще 10 лет назад фермеры, собирающие семена водяной лилии, работали себе в ущерб. Как такового рынка лисьих орехов не существовало. Их приобретали в основном для использования в религиозных целях. Сегодня прибыль фермеров значительно увеличилась, благодаря большей осведомленности людей о питательных преимуществах лисьих орехов. Возникший рынок орехов создал новые возможности для сельского хозяйства в штате Бихар. В последние несколько лет здесь наблюдается увеличение количества осадков, что затрудняет выращивание сельскохозяйственных культур, таких как рис и кукуруза. Это привело к тому, что некоторые фермеры превратили недавно затопленные территории в посевные площади для выращивания водяных лилий. Местное правительство запустило программу по перепрофилированию 104 тысяч гектаров заброшенных низменных участков для выращивания лисьего ореха. Таким образом, площадь для выращивания семян водяной лилии сегодня выросла в 60 раз. Теперь земледелие налажено в затопленных низинах, в отличие от прудов и водноболотных угодий, где зарождалась эта практика. И по мере того, как среда обитания водяных растений меняется, меняется и вкус лисьих орехов. Вкус лисьих орехов, выращенных в глубоких прудах, и вкус орешков, полученных из затопленных низин, разный. Семена лисьего ореха в то время имели более высокое содержание крахмала, в результате чего конечный лисьий орех тоже был более качественный. Причина этих изменений в том, что на полях наблюдается недостаточное количество воды. Проблема может быть решена, если водоемы будут иметь глубину более полутора метров. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!